В отечественном футболе, точнее, большие перемены. Еще больше. В прошлом году вышли в четверть финал чемпионата мира, проиграв с самим финалистом. Что теперь? Теперь амбициозные планы. А для начала РФС выбрал нового главу, который и должен воплотить их в жизнь. Егора Белова! Мы приглашаем в нашу студию, в нашу партию, на вызреватель здесь, Егор, я приветствую. Да, Егор, привет. Может быть, когда-нибудь, а кто знает. Егор, насколько я понимаю, выбор носил такой чисто символический характер. По большому счету, да. Единственным кандидатом на пост президента РФС был гендиректор «Газпромнефть» и председатель совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков. Собственно, он и стал новым главой организации. Сразу после назначения Дюков заявил, что сегодня же покинет свой пост в «Зените», так как не сможет совмещать работу в клубе и в Российском футбольном союзе. Говорил Дюков и о текущем финансовом состоянии РФС. По его словам, есть проблемы с бюджетом организации на 2019 год. Решить эти проблемы должны новые спонсорские контракты. Давайте послушаем господина Дюкова. Пока не сформирован пул спонсоров, спонсоры находились в ожидании. Для них, как я понимаю, было важным вопросом, кто придет к руководству РФС. Сейчас, когда есть определенность, то я надеюсь, что в достаточно короткое время удастся провести переговор и привлечь, договориться или договориться с теми спонсорами, которые уже имели партнерские отношения с Российским футбольным союзом, или привлечь новых спонсоров. Компания «Газпромнефть» является спонсором нескольких спортивных клубов. Тоже сотрудничество с «Зенитом» компания «Газпромнефть» использует для промотирования, продвижения своих брендов. Сотрудничество с РФС, в принципе, оно возможно. Все будет зависеть от того, что предложит РФС, на каких условиях. Мы, кстати, поздравляем с Адваревича, пользуясь случаем, желаем успехов и удачи, что немаловажно в футболе. А как в сообществе восприняли это назначение? Абсолютно большинство экспертов полагает, что господин Дюков был наилучшей кандидатурой на пост нового главы Российского футбольного союза. Он считается успешным руководителем и бизнесменом. Журнал «Форбс» в прошлом году оценил его состояние в 500 миллионов долларов. В начале середины нулевых Дюков возглавлял крупнейший в стране нефтехимический холдинг «Сибур». «Газпромнефть» он руководит с 2006 года. За 12 лет компания вдвое увеличила объемы добычи. Ну что же касается футбольной деятельности Дюкова, именно под его руководством «Зенит» утвердился в качестве одного из лидеров российского футбола. А также выиграл два престижных европейских трофея – Кубок и Суперкубок УИФА. А теперь самое важное. Что, собственно, ждет с приходом Дюкова отечественный футбол? Как он будет действовать? Сохранит ли курс предыдущего главы РФС Виталия Мутко? Я думаю, мы можем смело утверждать, что эпоха Виталия Мутко в РФС официально закончена. По всей видимости, российский футбол ждут большие перемены. Дюков не раз говорил, что выступает за отмену лимита на легионеров, в то время как Мутко всегда был одним из главных сторонников лимита. По словам Дюкова, подобное ограничение создает лишь дополнительные расходы для клубов. Приоритетной задачей новая глава РФС считает развитие детско-юношеского футбола. Что же касается других потенциальных нововведений, российский футбол может вернуться к соревновательной системе «Весна-осень». Дюков стал одним из авторов так называемой программы «2030», в которой представлена стратегия развития российского футбола на годы вперед. Сегодня новый глава РФС заявил, что будет развивать и актуализировать эту программу. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Егор, спасибо. Наш спортивный обозреватель Егор Белов проголосовал за Александра Дюкова и объяснил почему. Спасибо, Егор.